Друзья, приветствую! Андрей из Питера. Передал образцы масла Castrol Edge Professional EC020. Это допуски Jaguar Land Rover. Вот описание автомобиля. Баночка свежего, ей уже более чем полгода. Эталон я создавал, но не записывал его, потому что эталон был для определения оригинальности бочкового. Я какие-то скриншоты сохранил по созданию эталона. Вот такая спектрограмма. Видно, что есть эстеров немного, там в районе двух процентов. Второй, видите, горбик тоже, типа салицилаты. Такой интересный состав у масла. Вот такие данные намерил прибор противоизносных при обновлении болванки 94 процента. Я очень удивлен. Высокий уровень. Значит, щелочное намерил прибор 5,3 и кислотное 1,94. Значит, учитывая то, что это эстеры, щелочное я чуть повысил 6,5, а кислотное 1,75 выставил. Так, ну все, можно приступать к проверке отработки. Вот баночка. Значит, это Land Rover Discovery 2010 года с 5-литровым V8 бензиновым. Ну и вот эти описания. Так, смотрите. Значит, противоизносных присадок прибор намерил 34 процента, намерил 0,2 гликоля. По нитрованию очень высокий уровень 36,6. Ну так, больше, наверное, среднего сажи 0,04 процента, 286 кислотное, и 2,1 просела как щелочное. То есть, ну да, видно, что масло уже сработалось к этому пробегу. Ну и самое главное, я хочу отметить, конечно, вот нитрование. Здесь оно говорит о какой-то проблеме с мотором. То ли воздушный фильтр забит, может быть, катализатор уже порушен там, или какая-то проблема со смесью. Сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью. Значит, вязкость с одной оговоркой. Если эти два образца изначально соответствуют, то есть, знаете, возможно такая ситуация, как была с Синтеком, что он отличался от других 10-40. То есть, вот здесь надо держать в уме это. Если это два одинаковых масла, то здесь большая проблема с мотором. Посмотрите, какое загущение колоссальное. Загущение примерно 70 процентов из 100. То есть, предельное, можно сказать, практически. Загущение, основной фактор загущения, это перекат сильный или превышение рабочей температуры в камере сгорания. Не забывайте, пожалуйста, отметить видео. Подписывайтесь, кто не подписался, нажимайте колокольчик. Вот по данным, тем, что я получил с прибора, вот такая картина. Ну, 7000 моющие и нейтрализующие свойства сработались бы. Значит, 7600 по нитрованию. Нитрование не достало, но тем не менее. И 11500 по вязкости. Ну, с вязкостью я уже вам озвучил, что если изначально два этих образца не различались по вязкостью, то с мотором есть проблема. И такая серьезная. Опять же, теперь возвращаясь к вязкости, два фактора. Это перекат. Ну, здесь мы не видим. 8000 не может быть перекатом. К сожалению, средней скорости и моточасов нет. 8000 не может быть таким перекатом, при котором образуются уже растворимые и нерастворимые соединения, которые уже в итоге влияют на вязкость. Они находясь, грубо говоря, в потоке масла, ударяя друг от друга, тормозят его движение. И второй, самое распространенное, это превышение рабочей температуры в камере сгорания. Приведу пример, чтобы соус какой-то сделать. Вот мы сливки, например, в чем-то варим. Чтобы его загустить, его надо подольше подержать на огне, чтобы выпарить воду и легкие фракции. Здесь вот с маслом такая же абсолютно картина. Легкие фракции масла выпарены и масло густеет. То есть здесь не хватает топлива, скорее всего. Я искал код мотора, значит объем масляной системы. Да, кстати, в описании написано 8 и 9,5 литров объем масляной системы. То есть 8 это сервисный объем при замене, а 9,5 это полная заливка. Представляете, получается 1,5 литра не сливаемый остаток в моторе. Объем картера большой, производитель знает, видимо, отношение. И было написано, что это прямой впрыск. Вот поправьте, кто знает. Если прямой впрыск, то да, вполне возможная ситуация засранности форсунок на месте Андрея. Ну, если есть такая возможность, я бы, честно говоря, наверное, снял форсунки, помыл бы их там ультразвуком, почистил, проверил бы распыл. Ну, вот это первое, что приходит в голову. Вот, ну, чтобы вот такой картины не было, такого загущения, потому что это все-таки, ну, негативно, на мой взгляд, сказывается на, должно сказываться на моторе. Вот. Ну, вот такое масло. Сложно было, конечно, от двадцатки чего-то там чудесного ожидать. Я думаю, что здесь средняя скорость невысокая, в основном, наверное, городской режим эксплуатации. Вот, поэтому 7000 километров может быть прилично, там может быть, ну, как минимум, это, я думаю, что не менее 250 часов откатало. Ну, вот, тем не менее, вот, вот такая картина. Пишите, что думаете. Благодарю Андрея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.